В последнее время жители нашей столицы являются свидетелями динамичной застройки нашего города. И, к сожалению, все чаще и чаще можно наблюдать за тем, как нарушаются природоохранные нормы. Ситуация на улице Акертава с заасфальтированными платанами тому подтверждение. В конце минувшей недели в городе Сухом на улице Акертава был уложен асфальт без соблюдения установленных норм. Платаны, которые растут на тротуаре вдоль дороги, были заасфальтированы вплотную к горе дерева. Такие грубые нарушения несовместимы с жизнедеятельностью растений, что приводит к болезням и гибели зеленых насаждений. Наша съемочная группа попыталась найти ответственных за такую креативную идею, но тщетно. Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Примечательно, что у работников близлежащих объектов сей факт не возмутил. Наоборот, рады продолжению процесса бетонирования, начавшегося в ходе президентской кампании. Мы потеряем уникальные виды растения, говорит директор института ботаники Эдуард Губас. По его словам, такое варварское отношение к зеленым насаждениям может привести к неминуемой гибели платанов. Дерево подходит ближе 50 сантиметров недопустимо, потому что корни должны дышать, туда должна попадать влага. Во-первых, дерево растет, и когда его близко к дереву асфальтируют, это вредит растению. Дело в том, что когда будет дерево расти, будет нанесен вред коре, а через кору поступают питательные вещества. И поэтому это ошибочно. Асфальт кто положил, они не знали. В дальнейшем всегда надо соблюдать строгие правила. Близко к дереву недопустимо. Это минимум, я полметра говорю, от дерева. Вокруг это где-то получается полтора-два квадрата. То есть там всегда должна быть земля. Вот такие вещи вообще недопустимы. Близко к дереву асфальтировать. Это вообще принятые правила. В настоящее время существует множество экологических проблем. Поистине стихийным бедствием стало нашествие мраморного клопа, самшитовой огневки и пальмового долгоносика. Уже третий год эти инвазивные вредители уничтожают значительную часть урожая многих культур. Борьбу с ними ведут энтузиасты и общественные активисты. Кому не безразличное экологическое состояние Абхазии. Очень важно в такой ситуации минимизировать риски, а не способствовать их возникновению. Надеемся, что дорожные службы исправят свою ошибку. Оксана Топагу, Давид Ависба, Михаил Братухин. Медиаклуб Апснеяхе.